всем привет из Рива начинаем новый блог я вышла с работы сегодня пораньше потому как начинаю готовиться к дню рождения Кристины который будет в воскресенье сегодня кстати пятница 13 я стою перед главной церковью Армении это собор от Грикора Лусаварича здесь находится лунопарк которым еще Кристина каталась на тех же самых карусельках вот это огромное каштановое дерево на котором каштаны созрели в большом количестве их если вы помните очень давно эта часть была закрыта на конструкцию здесь фонтанчики не работают я ни разу не видела чтобы они работали здесь вот насадили туй которые все засохли люди которые занимаются растениями ботаники агрономы сказали что то и не растут когда вокруг них забетонировано поэтому вроде того что они засохли нельзя было их так сажать ладно не будем о грустном я двигаюсь в сторону гума почему иду посуда потому что мне сейчас нужно на улицу Олег Манукяна зайти и там находится магазин и я хочу посмотреть там что-нибудь из вкусняшек не люблю это слово ой как здесь пахнет свежескошенным сеном лестница конечно стала очень красивая вот туи которые здесь растут не окружены плиткой и бетоном они себя очень прекрасно чувствуют они очень такие чистенькие зелененькие сочники а сзади у нас сосны растут смотрите справа находится улица тигранмец это у нас Олег Манукяна улица а здесь вот такой кусочек старого город со старой застройкой такими ласточками гнездами да так называемыми когда друг другу все пристроены и в этом тоже наверное жить там не очень хорошо но выглядит очень эпично улица опять пекло за тридцатник далеко дышать нечем совершенно но на следующей неделе обещают что жара спадет и будет 25 28 градусов что в принципе самая комфортная температура всегда нашла кота но он дикий всех боится еле-еле ему бросила сейчас поезд а я вот туда иду в пулаки эта церковь а здесь внизу растут кабачки прикол есть зачем я пришла за вот этими вот желешками это больше особо ничего интересного я не вижу есть мочи но они китайские и тут тоже ничего нет раньше как-то было знаете под маркой сас эксклюзив кучу всяких интересных штук а сейчас что-то нет никаких интересных штук это везде есть ладно возьму еще вот такую ка хариба какой-то маракуйя мы такой еще не пробовали что у нас маракуйя что ли маракуйя мы любим а еще вот такую желешку тоже беру ну и тут в принципе нет ничего чтобы меня заинтересовало если прикольно бабы есть но мои не любят бабы сейчас иду в гум эта улица прям туда и выходит единственное что я что-то не в курсе там принимают карты или нет вот что-то меня это этот вопрос мучить так сказать а здесь твоя такая сочная что кажется что она искусственная но нет настоящее наверное есть здесь хорошо нужно сейчас на всякий случай возле ташира сниму себе немножко налички на мясо пойду дальше это конец здесь тротуар нет есть тротуар состоит из крылец разных магазинов то есть идешь по лестницам тын-тын-тын-тын-тын-тын а если пропустил той навернешься это два несчастных банкомата непонятно каких банков и все и к ним толпа сейчас пойду вон там в магазине за углом посмотрит может там есть а может вообще карты принимают чего я зря паникую я собственно и не паникую так просто сказала он сейчас на взовке должен быть банкомат да сейчас снять конечно деньги с банкомата еще тот кто он не знаю кто потому что солнце светит этот экран вообще ничего не видно полный квест фуры боевая здесь рыбный магазин и она походу не первой свежести не надо вон туда через дорогу в мясо дарилась вот мой мешок с челагаджами знаете сколько стоит килограмм чего роджи 2000 драм в ереван сити они стоят 3600 в сасе как ни странно 3400 а здесь 2 я взяла 4 килограмма без жира потому что кристина не любят жир мы с армины любим но там есть немножко нам хватит все сейчас еще возьму две курицы но это завтра на не сейчас потому что курицу сутки хватит мариновать а вот и свинину лучше два дня мариновать сумму вам верил антики завтра ехать я поехала сегодня я общем уже верил антики в менессо потому что кристи не нужен ланчбокс чтобы в офис еду носить она хоть туда раз в неделю два раза в неделю ходит носом уходит и выбрала вот такой ланчбокс в принципе все что есть что нужно чнуракалы и ничего дополнительного не надо сейчас просто хожу смотрю что есть что нет интересно же 23000 покажу ну и вот это вот вся куча это мои покупки человек же мне их разрезали я сейчас и буду мариновать две курицы взяла тоже на шашлык для завтра для завтрака для бутербродов взяла форель авокадо и творожный сыр значит это куриная грудка замороженную взяла значит вот эти вот сосиски вкусные отбелелы это для того чтобы сделать сухарики для цезаря взяла хлеб который называется кирпич смешным словом так начаться два бота там потому что маленькие были то отдам шашлычнику чтобы он их пожарил значит взяла два сыра для того чтобы делать наши любимые шарики из сыра яйца и кто это крабовые палочки вот из них сметана моцарелла для капрезы майонез соответственно надо не интересно так лук молоко вот опять по сейчас на такое перешли растительное масло это вот это вот захотел попробовать взяла значит это свечки это я взяла яйца бы крупные отременно эти маленькие берешь я маленький например люблю яйца сметана тоже для того чтобы делать цезарь соус я готовы не люблю помидоры ну просто так помидоры по есть и на капрезы к моцарелле там огурчики мои любят вот такие вот здесь их маринуют но мы любим их просто вместо огурцов есть так венские сосиски это тэнк краковская колбаса тэнк марс виноград дам все пальчики это зараза это на салат на цезарь зелень день и нашла время конечно и хлеб мацун и шаурма нужен все мясо я замариновала сталь гроза началась он громыхает своей дождь идет вот я вам вообще не буду показывать что я готовлю как я готовлю просто потом стол готовый покажу да и так мельком так скажем потому что ничего особенного не готовлю я это готовлю постоянно и вам уже несколько раз показывал эти рецепты поэтому сейчас я вот это на два дня убираю в холодильник на полтора на полтора суток получается курицу завтра буду мариновать сутки сутки для курицы будет вполне достаточно все это уходит в холодильник всем спокойной ночи завтра с утра покажу вам подарки на день рождения кристины доброе утро готовлюсь к дню рождению продолжаю готовиться сделала шарики с утра армины ушла на работу день рождения на завтра сегодня подготовительный день вот в общем первый мой моя закуска первая отправляется холодильник укропа не было поэтому не такие белые достала мясо чтобы слить сок который там на дне образовался запах уже умопомрачительный и себе не можете представить уже вкусно вот я замариновала курицу здесь две штуки тоже отправляется в холодильник надо пойти договориться с шашлычником я яичницу себе на завтрак готовлю такие яйца красивые эти давно не покупала и этой фирмы у нас в ченаре их не продают а тут взяла потому что немного она была 15 штук и они с темным желтком очень красиво чая всем кто ест приятного аппетита маней на крыске и спит это еще спит армины на работу и подарки на день рождения здесь не все в конце я вам покажу еще две таких крупных вещи первое это ботинки на осень я не знаю что можно делать с коробкой чтобы она была в таком состоянии дала ну да ладно коробками главное главное что изнутри все сохранилось изначальном первозданном виде купила и вот такие вот ботинки осенние так скажем с изюминкой в виде вот этих вот синих вставок синих шнурков и синими прошитых нитками и вот эта вот штука как у коньков мне тоже понравилось надеюсь ей тоже понравится с вами покупали вместе ланджбок из мини-со естественно его открывать не буду здесь удобно то что здесь есть один большой отдел и верхний отдел он с разделителями с можно и салат и соус все что угодно положить она любит именно так что было не только одно горячее здесь вилка и ложка по моему есть внутри в общем когда увидим откроем уже увидим что так сюда в коробку я что сложила уже не помню а здесь находится вот такой вот лунг слив он не утепленный он тонкий то есть на раннюю осень его изюминка в рукавах вот здесь вот они так немножечко объемно прошиты ткань в рубчик там были в нет по моему в белом и в черном цветах и я так подозреваю что белый будет просвечивать потому как ткань такая довольно таким не трубу не просвечивает но гарантию даю что белый бы просвечивал в общем вот такой вот и здесь три книги у нее есть много из этой серии а честно говоря я чисто по описанию книг читала надеюсь проблем с обложкой нет потому что она очень не любит когда нейросетью обложки сгенерированы я честно говоря не разбираюсь где что поэтому надеюсь не сильно будет возмущен вот что я выбрала почему так рано тихо вернее говорю потому что кристина спит боюсь что проснется и как в кино да чтобы именинник не обрадовался раньше времени прячу здесь формины в комнате традиционно у меня набор сладостей для всех детей это любимые вафельки от милки честно сказать это мои любимые вафельки но мне тоже что-то нужно да чтобы было в подарке так из шоколада еще я купила две упаковки шоколад таблерон далее это из фикс прайса жвачка потом я и купила вот такие мелко капучино она любит кофе и в принципе всегда покупаю просто так закинула чтобы было так скажем так это то что так то что я покупала без вас тот роли осьминоги у них внутри жидкий центр который окрашивает язык очень моим понравились эти жевалки вообще у них большой ассортимент и в основном все нравится детям ну вот это сказали что осьминоги вообще крутые пачка полы от хариба вот такой вот хариба микс я взяла две упаковки на потому что это же микс там разные и потому чтобы они кто между собой разделили и всем всего хватило и набор жевачек big bubble от чупа чупс это я в ереван сити купила и тут ложусь такой пакет от аленка у меня фирменный есть пакет новый не знаю откуда но он у меня есть следующий подарок это кожаный тренч языка кожи такой не совсем обычный во первых очень длинный даже на рост кристины метр семьдесят он довольно таки длинные здесь есть несколько интересных элементов такие как погоны вот такие вот на плечах естественно самый эффектный элемент это шнуровка на рукавах и по бокам с двух сторон и даже карманы здесь обработаны очень интересно смотрите здесь идет вот эта вот штучка от петля для пояса дальше лет карман и под карманом вот это не знаю как называется такое украшательство в общем плач очень эффектный кожа шикарная мягкая приятная плач оверсайз для кристины я взяла в размере м и мне он настолько понравился ну я купила себе точно такую же модель но в шоколадном цвете кристина не любит коричневый цвет у меня в этом году пошла любовь коричневым я раньше тоже не признавала этот цвет но вот эта футболка которую я себе купила коричневую а это вообще моя любимая футболка из всех по цвету я имею ввиду я взяла себе вот такой вот он немножко высветлен на видео он прямо вот такой как молочный шоколад очень вкусный цвет такой дурацкое слово когда слово вкусные не по делу до применяют ну да ладно в данном случае мы его сыром с шоколадом поэтому так у меня плащ в размере l ссылки вам оставлю вернее не ссылки артикулы внизу под видео сзади он вот так вот выглядит то есть тут ничего особенного нет вся красота с боков и спереди и финальный подарок это вот такое пальто данное пальто я видела у двух продавцов у одного она стоила совершенно каких-то космических денег у второго более-менее они дну пальто не дешевая прямо скажем потому как его составе есть довольно таки большое количество шерсти так вот его бирка вот пожалуйста бене вам озвучила шерсти 80 процентов я взяла это пальто в качестве зимнего в ереване естественно зимы не минус 40 поэтому при наличии свитера внизу в этом пальто спокойно можно ходить меня в нем привлекло я знаю вкус кристины поэтому я знаю что ей понравятся эти погоны у многих людей там как раз это как минус отмечалось в отзывах но для меня это плюс тем более что они не то порт что они хорошо лежат и вот такие вот на рукавах тоже хлястики что придает тоже такой эффектный вид данному пальто если бы этого всего не было было бы пальто и пальто до пальто вот как это называется двубортная когда четыре пуговицы честно говоря особо не знаю пальто также длинная ниже чем середина голени единственное что она мало мерит у кристины полный 46 размер ей она узко в рукавах поэтому я перезаказала уже на больший размер это отнесу но пальто ей понравилось мне понравилось поэтому беру его снова могу вам порекомендовать она классная она суперская такой цвет красивый насыщенный черный и ткань приятная не какая-то там ерунда и пальто довольно таки тяжелое кому это важно кто любит легкие но естественно при таком составе она легким быть не может все вот такие вот подарки у кристины ничего орала я достала ролик чтобы пальто прокатать она очень любит когда ее катают эти у ролика под морала все сейчас прокатаю покой отнесу на вал берез и будем ждать наш размер забыла сзади показать ну здесь как обычно все классический вариант вот здесь вот идет разрез сзади сейчас он зашит кристина ходила в кафе с подружками отмечать пред день рождения и вернулась герберами я поставила их сюда и бене очень нравится как обычно гербера для кошек не ядовитый поэтому я спокойно отношусь на их нес кстати она он срывает и кидает туда лепестки сегодня 15 сентября нождение кристина но мы ее ночью уже поздравили в 12 часов ровно сейчас я вышла у меня в аптеку в зоомагазин на вал берез значит я зашла в чинар и купила кристине такой небольшой набор и когда с мамой своей жила она всегда в море не рождение пока я спала но раньше же невозможно было вот так возле дома пойти все купить хочешь она гнала на рынок там покупала какие-то вкусные штуки которых или в этих комках до которых невозможно было купить в обычном магазине когда я просыпалась у меня на тумбочке возле кровати и цветы лежали всякие вкусные штуки необычные но кристина цветы не любит поэтому у нее они не лежат а вот то что она любит я прихватила это там разных фирм марила и марина это джерки от марилы куриные и телячьи и вот такой вот гран десерт фанильный и на завтрак сейчас также на завтрак сделаю бутерброды семга и авокадо заодно котят покормила это проснулся что-то ни свет ни заря бенечка дрыхнет кстати у всем у кого кошки у кого нет такого гамочка я рекомендую она его обожает просто так вот зачем я ходила в магазин пришло время профилактики раз в квартал мы это делаем так на лалберисе что взяла чехол себе новый взяла мой совсем страшный стал обычно такой взяла с рожами силиконовый кольцо еще не пришло поэтому пока не буду меня и вот эту штуку взяла с которой шерсть типа с дивана хорошо снимается рекомендациях мне попалась и видео я видела что у кого кошки вот они такой штукой пользуются у меня не только кошки у меня еще и девочки длинноволосые поэтому я думаю пригодится мы приготовила бутерброды на завтрак я поджарила французский багет подсушила вернее на сковороде без масла внизу творожный сыр кстати этот творожный сыр который я купил очень вкусный оказался авокадо семга и немножко соленого и свежего огурца совсем тоненько специально нарезала чтоб не перебивал вкус ну и дор блин всем кто ест приятного аппетита это подарил кристине клавиатуру вот такой вот армине вот такую вот книгу это кристина сама хотела то что и подарили подруги я показывать не буду нарвала уже листья для цезаря вот подъехал наш шашлычок здесь курица и батат здесь картошка я три шампура заказала и свинина это цезарь и капреза кто ест приятного аппетита и еще кристине прислали из англии вот такой вот пиво из гарри поттера баттер бир называется будем пробовать моё видео подходит к концу как и подходит концу этот день я уже валяюсь на своем диванчике включила гирлянды очень уютно за окном цикады поют погода комфортная в общем лежу лазу и в телефоне и отдыхаю завтра начинается снова рабочая неделя так что всем до встречи спасибо что посмотрели эти видео кому она понравилась пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии всем здоровья удачи пока и до новых встреч